Ключевые аспекты патогенетической терапии остеоартроза. Главное, что эта болезнь лечится. Ведь совсем недавно, когда мы видели пациента с артрозом, с остеоартритом, мы смотрели на тяжелую деформацию, видели типичные рентгеновские признаки этого заболевания и думали, ну, конечно, диагноз понятен, а что с ним делать дальше. Это уже не болезнь, это уже исход. И, конечно, наши ведущие, главные эксперты по всем проблемам медицины, они так и говорят, на самом деле, зачем лечить болезнь, которая является исходом болезни. Его нужно уже коррегировать с точки зрения реабилитации, хирургии, ну, а зачем пичкать несчастного пациента всякими непонятными таблетками. Ну, мы понимаем, что все меняется в нашей жизни, и, наверное, ключевой аспект современной концепции остеоартрита – это переход к понятию раннего остеоартрита. Наш ведущий специалист Людмила Ивановна Алексеева по остеоартриту, разумеется, четко сказал, что это полноценное заболевание. И, разумеется, если это полноценное заболевание, наша задача – поймать его на ранней стадии, когда болезнь еще только развивается, ну, как при спондиоартритах, до рентгологической стадии остеоартрита, когда нет еще грубых изменений структурных, и мы можем на что-то повлиять. Ранней стадии, когда возникает еще первое поражение – катаболическое воспаление. Вот очень интересная, кстати говоря, выглядит новая редакция критериев раннего остеоартрита, лейтеновские критерии, их немного, но они очень простые. Собственно говоря, это только чисто клиника. Клиника и отсутствие рентгеновских изменений. Ну, конечно, мы понимаем, что в какой-то степени могут помочь биомаркеры, могут помочь такие вещи, как МРТ, но всегда возникает вопрос. У человека болит коленка, мы видим изменения на МРТ, а мягкотканная, может, все у него еще пройдет, что говорит о том, что это ранняя стадия остеоартрита. Но, тем не менее, конечно, подходы такие очень важны, потому что именно здесь ключ к решению этого заболевания – в ранней диагностике. И мы четко понимаем, что остеоартрит – заболевание, которое жестко связано с воспалением, а это для врача очень важно, ведь врач ничего не умеет восстанавливать. Все наши лекарства – это что? Ингибиторы, блокаторы. У нас нет восстановителей. Хорошо, когда есть что-то, что можно подавить. И то, что при остеоартрите есть воспаление – синовит. А мы сейчас четко понимаем, что все стадии развития остеоартрита, начиная с самых ранних, когда только развивается катаболическое воспаление, и формирование уже остеоартрита в конечная стадия – это жестко связанный с воспалением процесс. Поэтому терапия на ранней стадии, наверное, должна быть активной и агрессивной. Мы должны перейти, может быть, ввести понятие «трит-то-таргет» при лечении остеоартрита, но нужно понять, что будет целью лечения в данной ситуации. И, конечно, лекарства должны быть активные, эффективные, которые будут активно влиять на развитие этой болезни. Долгое, постоянное использование НПОП. Возможно, антицитокиновые средства, глюкокортикоиды в какой-то степени, метаториксат активно обсуждается, антирезераптивные средства – тоже очень важно. ПРП – вполне возможно. Ну и, конечно, микрохирургическое вмешательство, что тоже очень важно. И, дай бог, если у нас появится в руках такой инструмент, как ингибиторы фактора роста нервов, тоже будет революция в лечении остеоартрита. Ну, я очень коротко покажу. Буквально одно исследование – это использование ПРП при лечении остеоартрита. Это метаанализ шести исследований, где сравнивается обогащенная термоцитовая плазма, внутрисостановое введение при остеоартрите, сравнивается с использованием гиалуроновой кислоты. И четко видно, что, конечно, ПРП в данной ситуации работает лучше, причем на перспективу. Это очень важный момент, потому что эффект усиливается со временем, и через год после введения вы видите, что эффект однозначно лучше в сравнении с гиалуроновой кислотой. Есть огромная проблема – это проблема коморбидности. Все-таки люди с остеоартритом, даже с ранним остеоартритом, все-таки это люди не совсем молодые, не совсем юные, и у них есть много коморбидных заболеваний. И мы всегда должны понимать, что когда мы назначаем нашу терапию, мы должны учитывать, что она может быть вредна для пациента в какой-то степени. И именно поэтому мы так широко используем меднодействующие симптоматические средства, потому что они, конечно, безопаснее, чем другие виды лечения. Но, кстати говоря, ведь меднодействующие симптоматические средства, так называемые хондропротекторы, ведь это тоже противовоспалительные средства. Мы тоже влияем на катаболическое воспаление, тем самым замедляя развитие прогрессирования заболевания. Препарат диацерин, например, который был высоко оценен экспертами СССРУ, сейчас идет как раз конгресс, который этому посвящен, но, конечно, не диацерину, а СССРУ. Так вот, они четко сказали, что это препарат, один из лекарств первой линии для лечения остеоартрита. И вот только что вышла очень интересная работа, это метанализ наших китайских коллег, которые изучили такой аспект коморбидности остеоартрита, как сахарный диабет второго типа. Они нашли 4 исследования, где изучалась эффективность диацерина как лекарства, влияющего на развитие сахарного диабета. И четко показали, ну, не очень много больных, здесь всего 207 человек, но были исследования длительные, они четко показали, что использование диацерина снижает уровень гликозелирного гемоглобина и гликемии натощак. Это очень значимый эффект. И, конечно, есть данные, которые подтверждают, что диацерин является средством эффективным. Наше исследование ракада большое, многоцентровое, когда мы это лекарство давали пациентам с скретно-мышечной болью, самой разной генеза, самые разные заболевания, но суммарная терапия давала выраженный эффект. И, конечно, есть много российских исследований, это очень важно, когда мы оцениваем наши родные работы, в частности, лекарства диафлекс, которые мы все хорошо знаем, и которые себя очень хорошо зарекомендовало. Исследования, которые проводил Александр Михайлович Лила, профессор Наумов, наши исследования, Людмила Ивановна, разумеется, со своими коллегами, все они показали хороший эффект диафлекса. Я хочу сказать несколько слов, если мы обратились к нашей родной медицине, о такой интересной позиции, которая широко используется при лечении остеоатрида, как инъекционные хондропротекторы, инъекционные меднодействующие препараты. Не все, я знаю, специалисты поддерживают концепцию парентерального введения этих лекарств. Но, тем не менее, в России наши пациенты любят такую терапию в силу самых разных причин. И есть, конечно, достоинства, которые определяют, почему эти лекарства должны использоваться. Ведь одна из больших проблем, которая связана с использованием меднодействующих симпатических средств, это некомплонентность больных. Пациенты должны получать месяцами лекарства, которые не дают прямого эффекта. Нам очень сложно отслеживать, а получают ли они их, принимают ли они их, особенно если мы говорим про пожилых людей. Когда мы назначаем инъекционный курс, мы четко знаем, что лекарство больным использовано, по крайней мере, потому что появляется еще один критерий надзора. Это тот человек, который делает инъекции. И такое лекарство, как румалон, глюкозамин, гликановый и пептидный комплекс, который очень давно находится на рынке и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в свое время. И показал себя действенным, эффективным средством. Вот Валентина Александровна его высоко оценила в свое время. Это лекарство, которое вернулось к нам, и мы его начинаем снова использовать. Есть серьезные западные данные, в том числе исследования Рихолика. Это очень длительное исследование, когда изучалась эффективность румалона в сравнении с плацебо. Это 15-летнее исследование, и это исследование показало значимый эффект. Сегодня я хочу показать данные нашего нового исследования, которое называется примула. Это исследование эффективностью румалона у пациентов, которые принимали пероральные хондропротекторы и не имели ответа на терапию. Это как раз была выбрана такая серьезная целевая группа, у которых предыдущее лечение было неэффективным. Вы видите, что эти пациенты имели большую длительность болезни, все имели выраженную боль, все принимали НПВП, и, как я уже сказал, уже имели негативный опыт использования хондропротекторов. 104 пациента, многоцентровое исследование, выраженный показатель активности заболевания. Что мы получили в итоге? Если исследование проводилось так, все пациенты получили соответствующий курс румалона 25 внутримышечных инъекций, это 8 недель. Потом мы оценили эффект терапии, и еще через 4 недели после отмены снова его оценили. Что получилось? Вот исходная боль по ВАЖ была 59 мм, через 8 недель она снижается до 41 мм, то есть значимый эффект, конечно, не 100%, но мы его не ожидали, потому что еще раз, больные болеют в среднем 10 лет, у них выраженная боль, они постоянно принимают НПВП, и хондропротекторы были неэффективны. Но боль уменьшается достоверно, а через 12 недель эффект еще больше нарастает, что очень важно. То же самое касается ВОМОК, причем все позиции и боль, и скованность, и функция, и общий ВОМОК, вы видите изначальные показатели через 8 недель и через 12 недель. То есть эффект однозначно нарастает. То есть это доказывает, что подавление, воспаление, подавление, повреждение сустава – это длительный процесс, и мы его затормозили в данной ситуации. Ну, конечно, очень важные критерии эффективности любого лекарства, которые мы используем для лечения остеоартрита – это уменьшение потребностей в энергетиках, в частности НПВП. Вы видите, что почти треть больных от них отказалась в итоге исследования, это очень важно. И, конечно, самооценка пациентов. Вы видите, что через 8 недель, конечно, были пациенты, которым не помогла терапия, и было примерно 30% суммарно, то есть плохой или удовлетворительный эффект. Но мы другого и не ожидали в данной ситуации. Но 70% больных показали хороший или отличный результат. Но это самооценка пациентов. Всегда важно спросить самого пациента, помогает ему лекарство или нет. И через 12 недель, вы видите, эффект сохраняется и даже нарастает с точки зрения пациентов. Хотя лекарство уже отменено, прошло почти месяц. Таким образом, я заключаю свой короткий доклад и хочу сказать, что, наверное, ключевым аспектом современной патогенетической терапии остеоартрита, еще раз повторюсь, является ранняя диагностика и ранняя активная терапия. Конечно, она еще не до конца разработана, но мы должны к этому стремиться. Главная задача – это добиться максимально быстрого и полного уменьшения боли у пациентов, потому что боль – это интегральный показатель прогрессирования остеоартрита. При лечении этого заболевания, конечно, мы должны учитывать разные фенотипы этого заболевания, фенотипы боли, что даже еще важнее при этой патологии. И, конечно, использование инъекционных и пероральных так называемых хондропротекторов, таких как диацерин, диафлекс и румалон, является важнейшим инструментом лечения остеоартрита. Большое спасибо за внимание.